Микрофона не вижу, не это, чтобы выключить. Ну как не видите, это каждый раз одна и та же песня у вас. Так вот, у меня тут вот стоит изучение библии в скайпе, и всё. Чтобы выключить микрофон, я его не вижу здесь. Вот сейчас его вижу. Если раз нажимаешь, он только потом срабатывает. Тогда тихонько сидите, если будет шумно, я вас отключу. Договорились? Оно может отключиться, я десять раз нажимаю. Я открываю. Помолимся. Царю небесный, удержителю души истинным, И живи с детства, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю приди в силе севны, И очистины от всяких скверных, И спаси блажей души нашим. Господи, благослови наши занятия, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Пребудь с нами и в этот вечер. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Итак, мы продолжаем Исследовать противосектантские материалы По книге Игнатия Лавкина «Открытым луком» Второй том Евангелие от Луки, пятнадцатая глава, тридцать второй стих А о том надо было радоваться и веселиться, Что брат твой сей был мертв и ожил, Пропадал и нашелся. Нас, мертвых, по преступлениям воскресил Ефесянам, вторая глава, первый стих. Кто не был на прошлом занятии, Мы разбираем возражения сектантов О тысячелетнем царстве Христа. Они утверждают, что Оно начнется во второе пришествие Христа И через тысячу лет Опять Антихрист будет выпущен Церковь будет поднята на облаках И вот И приводят Местописание, Откровение Двадцатую главу И вот возражение Малое время, на которое По истечении тысячелетнего периода Дьявол будет освобожден Означает непродолжительность Владычествования Антихриста Простите Означает непродолжительность Владычествования Антихриста Три с половиной года После чего последует Воскресение из мертвых Всеобщее Тысячелетнее царство Христа Существует теперь Началось же оно После воскресения Христа Так Кто-то еще Сегодня становится Печать Сегодня ставится Печать невидимая На верующих Духом Святым Прокезекииля 9.4 И сказал ему Господь Пройди посреди города Посреди Иерусалима И на челах людей Скорбящих Воздыхающих О всех мерзостях Совершающихся среди него Сделай знак А на неверующих Сатаною В последние Три с половиной года Антихрист Может ставить печать И телесную Видимую Так идет подготовка К печати Через принятие ИНН А потом будут Вживлять Чипы Или еще Как-то Ставить Неистребимый Знак Святые отцы Об Антихристе Говорили Святой Иреней Леонский Цитирую Будучи Отступник И разбойник Он Антихрист Захочет Чтобы поклонялись Ему Как Богу И будучи раб Захочет Чтобы его Провозглашали Царем Он Получив Всю силу Дьявола Придет Не как Царь Праведный И законный Состоящий В покорности Богу Но как Нечестивый Неправедный И беззаконный Как Богоотступник Злодей И Человекоубийца Святой Кирилл Иерусалимский Сатана Зная Что не будет Ему Уже Прощения На суде Через Служителей Своих Но сам Наконец Явно Воздвигнет Брань Во всяких Знамениях И чудесах Ложных Вопросы Вот у меня Вопрос Игнатию Тихоновичу Вот я Когда читал Свидетеля Ирине Леонского Будучи Отступник Разбойник То есть Он Понятно Захочет Быть Как Бог Чтобы Все Поклонялись И Вот он Придет Как Беззаконный Написано Как Бога Отступник Злодей Человекоубийца И Вот На сегодняшнее Событие Когда читал Почему-то Мне представлялся Порошенко То есть Ну Я не говорю То что Там он Антихрист Это понятно Что он Будет Из колена Данова Порошенко Он Не иудей Никакой Он Украинец Но Вопрос Что Вот Как он Незаконно Власть Захватил Как Ленин К власти Приходил То есть Путем Человекоубийства Путем Революции Так же Антихрист Наверное Придет К своей Власти Нам же Еще Сказано Что Война Будет С народами Севера То есть Он Незаконно Придет То есть Не только Он Как Беззаконник В смысле Отступник От Бога Но и Незаконно Ну То есть Не будет Демократических Выборов Вот Как Гитлера Выбирали Вот Такой У меня Вопрос Возник Я не знаю Можете На него Вместе Или Нет Или Стоит Ли Вообще На него Отвечать Интересно Так интересно Только Порошенко Нет Вообще Об Антихристе Ну И Порошенко Что касается Порошенко Там были Выборы И И Этого Петра Избрали Народ За него Проголосовал А там Будет Как Это Все Можно Поделать И Выборы Но Главное Что он Будет Прельщать Вот Сейчас Везде Вспыхивают Войны По всему Миру К этому Времени Он Скажет Мир И Безопасность Очень Хорошо В трех Словах Говорит Об этом Владимир Сергеевич Соловьев Три слова В Антихристе Никто Не скажет Война Когда Я говорю Мир Так Будет Поставлен Вопрос И Люди Будут Только Разговаривать Об этом Вы Слышали Вот В Израиле Там Такой Вот Бы Нам Такого Царя То есть Вожделенный Перед Народом Он Не Будет Появляться Так Вот Как Сейчас Шел Ленин Там С Фабрики Выходил А Фаня Каплан Выстрел В него Этого Не Будет Согласно Их Протоколов Так Они Будут Заботиться О нем Будут Беречь Он Будет Выдавать Себя За Бога Будет Низводить Огонь Будет Воскрешать Мертвых Призрачно То есть Этого На самом Деле Нет А ему Выборы Не Нужны Народ Своим Пожеланием Его Уже Воцарил И Ждут Его Кто Голосовал За то В Грузии Чтобы Приняли В состав Российской Империи Армении Другую Это Высшестоящая Кто там У них Там был Царь Свой Он Обратился И так И так Нас Уничтожают Тотальная Война От Мусульман Россия Простерла Своё Крыло Над ними Так И Здесь Увидят Какой Там Мир Как Все Примиренные Мусульмане Буддисты Одинако Его Принимают За Бога Есть Пильм Такой Антихрист Так И называется Ну Примерно Вот Так И будет Избрание Может Не Какие Там Бюллетни Они Ему Не Нужны А Самим Желанием Один Крик Хайль И Все Хайль Зиг Да Здравствует Победа И Вот И Исполнилось Чаяние Народов Тысячелетнее Мир И Безопасность Одна Религия Один Царь Одно Желание А Вот Здесь Будет Самая Великая В мире Трагедия Для Еврейского Народа Они Узнают Есть Такое Предположение Что Он Даже Не Обрезанный Рожденный От Седьмого Колена Блуда И Еврея Не Все Примут Его И Он Объявит Им Войну Но Остаток Его Не Примет Вот О Трех Словах Владимир Сергеевич Соловьем Он Говорит Католикам Спросит Что Вам Нужно Чтобы Вы Меня Приняли Разговор Сверхушка Идет Католики Скажут Нам Чтобы Был Папа В Ватикане Так Еще Что Нужно Ну Дальше Скажут Там О Своих Святых Ну Мне Это Не Мешает Пожалуйста Все Но Будет Часть Людей Которые Не Примут Он Показывает В виде Петра Выйдет Апостол Петр Как бы У Православных Что Нам Чтобы Мощи Были Чтобы Монашества Были Монастыри Были Открыты Ну И Прочее По Славянски Старые Книги Чтобы Такие Были Затклые Как Сейчас Пожалуйста Колокола Строите 200 Храмов В Москве 200 В Потеряевке Ну И Протестантам А Протестантам Что Ну Чтобы Везде По Телевидению В Скайпе В Интернете Можно Было Говорить О Христе А Каждый По Своему Тянет Пожалуйста Но Каждому Поставлен Один Только Вопрос Будет Чтобы Вы Приняли Меня Как Бога А Вот Этого Как раз И не Примут Отдельная Часть Остаток Спасется Вот Как Это Уже Предположительно Будет Выглядеть Мы На Этой Тему Смотрят Фильм Называется 6 Кто Не Смотрел Посмотрите Вот Ответ Спасибо Христос Берем Давайте Дальше Я Хотел Объявление Сделать Маленькое Пожалуйста Сейчас Только Мне Позвонил А Вчера Она У нас Заезжала Ольга Николаевна Симоненко Вы Знаете О ком Я Говорю Девичья Фамилия Савченко Родная Сестра Виктора Николаевича Она Была Сегодня На Обследовании Я Не Спрашивал Что И Как Ты Женщина И Говорит Что Ее Кладут На Операцию И Она Просила Сообщить Что Сегодня Ее Не Будет На Занятиях И Чтобы О Ней Помолились Я Скажу Что Отменно Хорошая Сестра Очень Хорошая Хорошая Всем Характером Это Сегодняшним Мужикам То Показать Б И Ненависть К Женщинам Исчезла Б Какая Она Приветливая И Мужик Над Ее Там Что Как Внезапно Свернулся И Умер Умер Богатырь Настоящий Был Приезжал Ну Невоздержанный Был Там Все А Она Всегда Веселая Где Она Там Луч Света Это Я Говорю Не Почему А Потому Что Я Знаю Уже Много лет Виктор Николаевич Трудился И Она Приняла Крещение Потом У него Отец С матерью Приняли Крещение Но Они Уже Отошли Так Что Просьбы Пометьте Себе Ольга Отошел У меня Еще Вопрос Извините Игнатий Тихонович Речь Идет О Тысячелетнем Сроке А сейчас Ведь 2018 Год От рождения Христова Вы опоздали Немножко Мы уже Впереди Не слышу Вы опоздали На прошлом уроке Уже об этом Говорилось Слово Тысяча В священном Писании Означает Много Падут Подо тебя Тысячи И десяти тысяч Те Одесную Тебя И благословляет Бог Тысячу Родов Но Сегодня Если смотреть На какой Версте Находится Мировая История То Судя по всему Рядом Вот Храм Соломонов Там Аяк Этот Столкнут И они Начнут Строить Своё Это уже Уже Избрали Первосвященника Нужно Там Приносить Будет Пепел Рыжей Телицы Рыжей Это значит Ни одной Волосинки Не должно Быть Белой Раввины Выезжали Или кто там Их представители Еврейские Генетическим Образом Вывели Телицы Еще 13 тысяч Что ли Я Дело Речь идет Не о буквальном Числе Тысячи Много И вот это Слова Много У Бога Один день Как тысячи Лет Так Церковь И понимала Отошел Понял Спасибо Христа Продолжаем Святой Ефрем Сивин Еще Можно Про фильм Добавить Сергей Что Хотел Про фильм Добавить Еще Шесть Вот Игнать Тихонович Сказал Еще Есть Фильм Эквилибриум Там Очень Интересно Тоже Показано Как Один Властитель Воцарился И Он Под Видом Того Что Нужно Насилие Везде Истребить Он Истребляет Людей То есть У него Такой Предлог Там Что Называется Эквилибриум Эквилибриум Да И Там Нужно Уничтожить Все Произведения Искусства Потому Что Люди Начинают Чувствовать А когда Они Начинают Чувствовать Они Начинают Убивать И Поэтому Специальный Отряд Зачистки Создан И Они Всех Убивают Там И Все Вкалывают Такие Лекарства Чтобы Человек Переставал Чувствовать Вот Тоже Такой Подход У них Что Под соусом Того Чтобы Не Было Вонь Мы Сейчас Всех Вырежем Кто Может Чувствовать И Святой Ефрем Сирень Четвертый Век Явится Христос На облаках Со святыми Ангелами Судить Живых И Мертвых И Воздать Каждому По делам Его Ибо Действительно Страшно Христово Во славе Пришествия Чудное Дело Христолюбцы Что Небо Внезапно Раздирается Земля Изменяет Свой Вид Мертвые Восстают Земля Представляет Тело Человеческое Каким Приняло Его Не Оказывается Даже Недостатка В человеческом Волосе Пред Судьей Потому Что Каждого Прилагает Бог Внезвление Все Приемлют Тело Сообразно Собственным Делам Своим И От Концов Земли Ведутся Все На Суд Тогда Братья Мои Христолюбцы Все Человечество Будет Стоять Перед Христом Святой Иоанн Златоуст Тогда Явится Знамение Сына Человеческого То Есть Крест Матфея 24 30 Давайте Сейчас Найдем Матфея Так, Матфея 24.30. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачиваются все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Вот такое место. То есть это знамение, то есть крест, который светлее солнца, так как солнце помрачается и скрывается, а крест является. Он не явился бы, если бы не был гораздо светлее солнечных лучей. Крест же приносит для того, чтобы грех иудеев сам собой осудился, подобно тому, как если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать сам камень или окровавленные одежды. О воскресении, безусловно, всех людей одновременно, и при том только в последний день истории человечества, и праведных, и грешных, учили все отцы и учители Христовой Церкви, говоря, что все люди воскреснут с теми же телами, в каких жили на земле, но только тела эти будут уже нетленными и бессмертными. Ну и напомню, кто не был на прошлых занятиях, то есть сектанты утверждают, что сначала будут восхищена Церковь на облаках, а потом будет тысячелетнее Царство Христа на земле. Вот. С кем там Царство на земле будет, непонятно, если Церковь восхищена будет. Наверное, с грешниками Христос будет царствовать. В общем, такая вот у них в головах каша. И также они утверждают, сектанты, что не будет вечных мучений, что просто грешники исчезнут, як они бымши, и вечно мучиться никто не будет, потому что Бог всех любит, Он всех-все рано или поздно простит. Ну что же нам говорят святые отцы о вечности мучений грешников? Итак, святой Игнатий Богоносец учил, что всякие лжеучители, как скверный, пойдет в неугасимый огонь, равно, как и тот, кто слушает его. Вот, кто учит, что неугасимого огня не будет, тот вот в него и попадет. Смысл такой. А кто учит, что оно будет, это вечное мучение, тот вот страхом спасется и других научит. Поверить, конечно. А если нет веры в то, что будут страшные мучения, поэтому и расслаблен человек, склонный к греху существу. Так, святой Иустин мученик, философ, пишет. Мы научены не только, мы научены, что те только достигнут бессмертия, которые приближаются к Богу святостью жизни и добродетелью, а те же, которые живут неправедно и не раскаиваются. Мы веруем, что они будут мучиться в вечном огне. Одних Бог сделает нетленными, бессмертными и беспечальными в вечном ненарушимом царстве, других пошлет в вечный огонь. Святый Иоанн Златоуст. Здесь счастье и несчастье имеют конец. То есть здесь имеется в виду на земле. Когда-то придется ему конец. Но там, в будущем веке, то и другое продолжится в бессмертные века. То есть и счастье и несчастье. Если они, грешники, и оканчивали свою жизнь, то это происходило не от того, что душа их совершенно была истощена, но от того, что тело перестало служить ей. Так что если бы тело не отошло от души, то душа не перестала бы страдать. Потому что когда душа получит нетленное тело, тогда ничто не помешает мучению ее продлиться в бесконечность. Грешники будут мучиться вечно. Об этом говорит Святая Библия. Итак, Пророк Исайя 66, 24. И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня. И червь их не умирает, и огонь их не угасает, и будут они мерзостью для всякой плоти. Рок Даниил 12, 2. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. А одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Матфея 18, 8. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросит себя. Ибо лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вержену в огонь вечный. И 25 глава Евангелия от Матфея 41 по 46 стихи. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчащим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». То есть эти места говорят о вечных мучениях, подтверждается еще. Дальше идем. Евангелие от Марка, 9 глава, 43 по 48 стихи. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками». То есть, ну, повторяет то же самое и Марк. И в 46 стихе. Так, микрофон кто-то включил. Валентина, выключите микрофон, фонит. И в 46 стихе он говорит, «Где червь их не умирает, и огонь не угасает». И так же в 48 стихе. «Где червь их не умирает, и огонь не угасает». То есть, еще раз повторяется через стих. Откровение 20, 10. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк. И будут мучиться день и ночь во веки веков». Евангелие от Луки, 20 глава, с 35 по 36 стихи. «А сподов, бившиеся достигнуть того века, и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии, будучи Сынами Воскресения». Еще одно возражение, то есть утверждение православных против возражения сектантов, которые говорят, что известно людям кончина, вернее не кончина, а дата второго пришествия Иисуса Христа, да, ну и кончины мира. Они утверждают, что эти можно высчитать, и высчитывают, и несколько раз предсказывают. Вот, что же им отвечать? Значит, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 36 по 44 стихи. Ибо вас станут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы, и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих струбую громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие, и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет рой тсей, как все сие будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. А дне же о том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Так, не то место маленько прочитал. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Ибо как во дни перед потом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие сына человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, приедет сын человеческий. И двадцать пятая глава Евангелия от Матфея, тринадцатый стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Второе Петра 3, 10. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом приедут, стихии же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Как тать ночью, то есть неизвестно, мы же не знаем, когда вор придет, поэтому и утверждать, что вот тогда-то, тогда-то придет Христос, это неправильно. Первое Фессалоникийцам, пятая глава, с первого по четвертой стихи. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает, имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Деялья 1.7. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Вот к слову сказать, я с одним тоже беседовал, человеком он мне пытался, он математик какой-то, и пытался привести мне расчеты о кончине мира. А я на тот момент только вот одно вот это вот место знал. И я ему, он мне свое, я ему вот это место, он мне свое, я ему раз восемь, наверное, сказал, а он никак. Прям как будто не слышит, запечатан. Дальше утверждение, что антихрист будет из колена Данова. Откуда мы это узнали? Книга Бытие, 49 глава, с 16 по 18 стихи. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня. Так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Амос 8, 11, 14. Вот наступает дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его. Тот день и стоевать будут от жажды, красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, и говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут, и уже не встанут. Прокоремия 4, 4 глава 15 стих. Ибо уже несется голос от Дана, и гибельная весть с горы Ефремовой. 8 глава 16 стих. От Дана слышен храпканье его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут, и истребят землю, и все, что на ней, город, и живущих в нем. Дальше. Книга Откровения. 7 глава. С 1 по 8 стихи. И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Осирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Монасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левейна запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахорова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч точка. То есть колено Гадова здесь не упоминается. Даново, простите, не упоминается. Среди спасенных данного колена отсутствует, как считается, потому что из него происходит антихрист. Итак, пожалуйста, вопросы по этой теме. Все, что ты прочитал, это может как-то косвенно относится, что из Дана, с колена Дана будет идти, а прямо нигде об этом не сказано. Ну, косвенно-то косвенно, но а из какого тогда, если не из Даного? Хороший вопрос, не знаю. Вот. То, что он будет еврей, ну, я не знаю, кто с этим может поспорить. Если он будет не обрезанный даже к русскому, например, или к украинцу какая-то, ну, не обрезанный. Игнатий Тихонович знает, может, какой-то святой отец, или не один, или учит именно о колене Данова. Спроси. Я спросил. Игнатий Тихонович, ответите. Открывайте. Книга «Бытие», 49-я глава, 8-й стих. Иди по 10-й. Так, «Бытие», какая глава? 49-я. «Прощание Якова, его благословение на будущее века, сыновьям своим». «Бытие 49-е». Так. Ну, посчитай. С какого стиха? С 8-го по 12-й. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонится он. Лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Так, остановись сейчас. Мы в это верим или нет? Или будем оспарить, что Иуда, тебя восхвалят братья твои. Из колена Иудина царь Давид Христос. Мы в это верить можем? Конечно. Дальше. Иуда, молодой лев, что он лев. Господствует над другими. С добычи сын мой поднимается. С какой добычи? Из преисподней. И он поднимается и из гроба восстает. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Кто воскресит? Отец небесный. И силой своей он воскрес. И дальше. Десятый. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очресл его. Доколе не придет с большим буквы примиритель и ему покорность народов. Мы в это верим? Верим. Дальше. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою, в крови гроздов одеяния свое. Об этом пророки об этом говорили. Одежда вся его испачкана кровью. Это виноград. Мы в это верим, безусловно. А теперь сразу переходим на 16 стих. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Так, остановимся. Мы в это верим? То есть наберет такую силу Дан, Дан наберет такую силу, что весь народ будет судить, как будто одно колено перед ним. Недооценили его. Дальше. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так, что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. А ну, прочитай с выражением. 17-18 стих. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так, что всадник его упадет. На помощь твою надеюсь, Господи. Вопрос, верим в это или нет, что какой-то лев, змей, и что он будет делать? Уязвлять будет, падать будут. Это одно. Храп слышен коней, Еремия говорит, от данного колена. Так, теперь прочитай. Книга Амоса, 8 глава, 11 стих. Вот наступают дни, говорит Господь Бог. Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Мы в это верим? Спрашиваю, кто вопрос задавал, верим в это или нет, что голод такой будет, жажда в народе. Но далее-то говорится, когда это будет. Считаем дальше. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Не найдут. Тот день... И что? Это я уже читал, я уже это повторяю. Дальше-то что? Тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, «Жив Бог твой, Дан!» Ага, Бог... Жив, будь персавит. Ну и как Бог... А не плотом ты уже не устал. Какой Бог от Дана? Дана, Дана. А он сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. И эти люди, которые не примут Христа, вот на этом они и остановятся. Мы верим в это или нет? Вот сейчас более понятней стало. Так это еще не все. Давайте откроем Откровение, седьмая глава. С четвертого стиха. Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех коленов сынов Израилева. Так, Откровение говорит, что из всех колен. А сколько колен? Сколько колен? Двенадцать. Двенадцать. Дальше. По пальцам загибайте. Ну у нас здесь... Хорошо, считай дальше, пятый стих. По-моему, дальше где-то они прям перечислены у нас были в книге-то. Ну ладно, это не читаешь, да? А теперь смотрите. По порядку, говорит. Симеонова. А теперь из колена Монассина. И колено Монассина. Или что, колено Вениаминова есть, а данного нет колена. Одного колена нету. Почему нет данного колена? Оно вычеркнуто за то, что через него пришел скверный. Так поясняют святые отцы. Вот сколько мест, из которых четко и ясно видно, что Бог дано будет, и будет клясться Богом. И будет жажда, и будет он змеем. И всадник упадет. Вот все это показывает прямо, что там будет зверь царствовать. Змей. А змея это дьявол, уязвляющий ногу коня. Все, отошел. Си Христос, сейчас все прояснилось. Слава Богу. Слава Богу. Итак, давайте разберемся теперь в следующую тему. Начнем, вернее, 8 минут у нас есть. Оба икона почитаний. В земле Синар люди нашли равнину и решили построить башню вавилонскую. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. Книга Бытие. С первого. Одиннадцатая глава, с первого по девятой стихи. Давайте прочитаем. Бытие. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг друга, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестроили строить город. Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот такое вступление, значит, казалось бы, причем здесь икона почитания и Вавилонская башня. Посему имя городу дано Вавилон, смешение. Сейчас узнаем. От сотворения Адама до потопа прошло 1656 лет. От потопа до построения башни Вавилонской до смешения языков прошел еще 721 год. Значит, от сотворения Адама до возникновения разных языков, в том числе и русского, условно, что будто бы язык не изменялся, прошло 2377 лет. 1656 плюс 721 равно 2377. От сотворения мира и до построения башни язычников на земле не было. В течение 2377 лет от Адама до этого дня был один язык. От Адама до Христа прошло 5508 лет. Но вследствие наказания Божьего за богопротивное дело, устройство города и башни, люди стали говорить на разных языках и не понимали друг друга. Люди группировались по языку, и так образовались народы, язычники. Христиане же появились из язычников спустя еще 3131 год. Согласно этой хронологии мы можем совершенно точно сказать, сколько лет русскому языку, так же, как и другим. 3131 плюс 2002, в 2002 году эта книга писалась, равно 5133 года. Ну, прибавляйте сегодня еще 16. И сделаем себе имя, они сказали. Здесь уже противление воле Божией, самонадеянность и гордость привели людей к совершенному отчуждению от Бога. Бытие 3.5 И вы будете как боги, сказал дьявол жене Еве, что равнозначно сделай себе имя. Вот они и делают себе имя. Пытались они. Следовательно, явную и преступную ложь говорят о православных сектантах, называя нас язычниками. Понятно почему? Потому что православные появились гораздо, гораздо позднее, чем язычники. Ошиблись они. Насколько? На много тысяч лет. 1 Иоанна, 2 глава, 21 стих. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Римлянам 2.1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь и себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Все это для того, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и не чистое, а чистого. Левит 10.10 2897 наций в мире насчитывается ныне. Это все язычники. Иоанна, 2 глава, 20 глава, 26 стих. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигала совершенства? И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Как божественная по происхождению своему душа всегда ищет Бога и стремится к Нему. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Язычники и многобожники одно и то же. Если укажут нам на иконы, то спросим их, стихтантов. Разве Бог Отец, лик которого изображен на иконе, ложный Бог? Разве голубь, изображение Духа Святого, не показался так? Разве Бог перестанет быть Богом от изображения лика на иконе? Мы никогда икону не называем Богом, а образом. Икона маленькая, образок. Изображенный на картине человек не перестал быть человеком, равно и изображенный на фотографии. Вопросы? Сейчас у нас прошел занятие. Сейчас можно задавать вопросы Игнату Тихоничу, у кого какие есть, за это время мы копили себе. Может быть возражения, объявления, пожалуйста, вам слово. Вопрос про муки адские. Они в результате страстей, у нас будут эти муки, у тех, кто не покается. Я правильно понимаю? Ну, до этого мы читали 25 глава Матфея. «И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Слово «вечный» в одном предложении, два раза. Что праведники в жизнь вечную понимают вечность как вечность. А тут другое значение придают. Мы не будем оспаривать то, что ясно, четко сказано. А Бог поступит как Ему угодно. За неправедные дела. А почему? Вот дело Божие, чтобы вы верили в того, кого Отец послал. Вера называется делом. Дело Божие, чтобы вы верили в того, которого Отец послал. Дальше. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть, и ищущим Его воздаёт». Дальше. «Неверующий к Богу представляет его лживым». Представляет, что Бог лжёт, неправду говорит. «Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную». 3.36 Евангелия Тиана. «А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём». Вот даже то малое, что я сказал из Священного Писания. Всё говорит о том, что неверующим вход закрыт в царствие Божие. «И судим, каждый был по делам своим». Это 2 Коринфян, 5 глава, 10 стих. «Всем нам надлежит предстать на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Соответственно. А не то, что за меня будут тут делать. Всё. Николай Астахов, ещё раз свой вопрос повторите. Ну, вопрос именно в том, что само мучение, оно будет заключаться, как я слышал, именно в том, что ты не можешь реализовать свою страсть, с которой ты не поборолся в жизни. То есть, не соблюдал заповедь, например, постоянно воровал. У тебя есть страсть воровать? А воровать нечем, рук нету там, например, и так далее. То есть, вот вопрос именно в этой плоскости. То есть, если не побороть здесь страсти с Божьей помощью на земле, следуя заповедям, то потом ты их уже не поборешь, и ты как бы, тебя не на сковородке жарят там, а именно, что не можешь страсть реализовать, и мучаешься от того, что не можешь это сделать. Правильно это или нет? Правильно, правильно, так и написано. Вот блудник, он там не будет иметь этой возможности, а он сгорал в похоти. И блуднику всякое, говорит, хлеб хорош. И он не перестанет, доколе не прогорит. А там у него возникает подобное, так предполагают. Это рассуждение наше. Благодарю. Слава Богу. У меня еще вопрос, Игнатий Тихонович. Я был крещен краплением, после чего причащался несколько раз. Как к этому относиться вот мне? И еще, чтобы креститься полным троекратным погружением, мне сейчас надо быть оглашенным? Как себя вести вообще? У Николая Алексеевича Некрасова есть целая книга написана. Он не только стихи писал, но и прозы. Называется «Мертвое озеро». Я только предложение почти одно оттуда произведу. Когда немец торговал там табаком, он говорит, сегодня пальцем показывает на того, кто курит. То есть мало. Придет время, мы сделаем, пальцем будут показывать на того, кто не курит. Я применяю к тому, о чем вы сейчас сказали. Что нужно делать? Крещения не было. Эпидемия вот этого кощунства, проклятия, по-другому нельзя назвать, что в церкви делается. Проклятые священники, проклятые епископы. До патриарха проклятие идет. Откуда известно? И книга пророка Иеремия, 48 глава, 10 стих. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Они не учат людей. Написано «учить». «Идите и научите народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Люди ничего не знают. Я неоднажды встречался такой, ездил в разных местах, где приглашали. А в это время там крест, а тут в Славгороде было. Ну, пример. Женщина зашла, штанишки закрутила маленько. Ну, в тазик встала. Это погружение считается. Она стоит одета, и все. А я подошел и говорю, вы верите, что Христос умер за вас? А священник пошел в алтарь, чтобы взять там бутылечек мира, помазание совершить, кисточки. Она говорит, а зачем мне это нужно? Я коммунистка. А ее увидела, что я разговариваю, торговка, которая в церкви торгует. Она подскочила. Что вы ей говорите? Я говорю, вы что делаете? Она же не верующая совсем. Она стоит, больше ничего не говорит. Священник вышел. Я говорю, батюшка, вы страх Божий совсем потеряли. Она абсолютно не верующая. Она коммунистская. Я говорю, правильно я сказал? Она говорит, правильно. Он говорит, а зачем же вы пришли? Я говорю, вы должны были спрашивать раньше ее. Священник тогда всю эту свою амуницию забрал, в алтарь унес. В другом месте. Мы решили узнать, допустим, 50 человек выходят из крестилки. Со всеми побеседовать. Какая причина? Ни одного случая не было, чтобы они пришли ради того, для чего есть крещение. Для прощения грехов. Я еще раз говорю, что аховое положение. 22.16. Деяние. Что ты мерзишь? Встань крестись и омой грехи твои. Омой. 3.18. Что нам делать, мужи и братья? Прямо отмечает. Покайтесь и докрестится каждый за своими Иисуса Христа для прощения грехов. Совершенно сумасшедший только может говорить, что там нет прощения грехов. Для прощения грехов. А там омой грехи твои. Что тут непонятно-то? Что совершенно мы потеряли образ человеческий. Так это можно даже собаку научить, она будет на эти слова какие-то звуки издавать. Итак, эта зараза захватила все буквально. Слово крещение переводится одним словом. Погружение. Тауфен. Другого нету. Баптизен. Нету другого слова. Нету. И поэтому крещения никакого нет. Я об этом 50 лет стучу, пишу архиереям. Во многих местах стали строить купели. Но они закрыты мраморной плитой. Крещение не производят. Священник один делает так. Ребенка держит. И вот так опрокидывает головой, а потом ногами. А что? Как бы не захлебнулся. Повторяю. Ни один сектант, баптист, адвентист, яговист, 50 и харизмат не крестят. Без полного погружения. Никто ни разу нигде. Люди раненые. Все одинаково. Старобрядцы. 50 с лишним толков беспоповцев. Все крестят. Уже от Никола отошли. 360 лет. И ни одного человека они не мочили. Имеющие иерархию. Это Белокринитская иерархия и Новозыпковская. У них патриарх Александр избран. Ни одного. И только вот эти православные. Самое небрежное, достойное проклятие. Я говорю, крестить это дело Божие или нет? Ну, картошку садить ты еще можешь не сказать как-то. Хотя и это дело Божие. Ну, крестить явно, что дело Божие. Почему не крестите? На нас советская власть гнала. Вот как гуси. Мы спасли Рим. Сегодня никто не гонит. Эта перестройка-то уже 27 лет прошло. Опомнитесь. Лгуны. Лживое племя. Ко мне приезжают кинодокументалисты. Это Красноярский документальный там фильм ставят. А их всего три студии было. А это Свердловская. Их филиал там. И они меня снимают в двух фильмах. Один называется «Златоус из Потеряевки». А другой называется «Второе крещение Руси» или «Глаз вопиющего». Это оба фильма про меня сняли. И вот эти фильмы, они стали поругаемые православными. Всякая истина, которая открывает Господь. Им ни Библии не нужна ничего. Нет. Деньги, 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 деньги. Мамона Вильзевулович ослепил глаза. Пьяные давят своих прихожан на машинах. Часы имеют там за пять миллионов. Что можно на это сказать-то? Безумие. А вот теперь и говорим, а не надо на это смотреть. Это церковь. А ты делай как должно. И ты увидишь, дрогнет стена. Где мы были, приходили. Люди стали приходить искать, где крещение. Вот у нас в озере идёт крещение. Каждый год нынче, то есть в девятнадцатом году. Будет седьмого июля. Мы заранее знакомимся. У нас приходской совет. Десять человек узнают. Я им адрес даю, как проехать. Конечно, бритым, ход закрытый. Табакуром тоже. Но это явно, что христианин. Тебе это не надо, изыщество. И что? Ничего, надо работать. Что теперь делать? А если я причащался? Это никакой роли не играет. Больше не причащайтесь. Выходите соглашенными. Занимайтесь. Ищите там, где находитесь. Где крестят полное погружение? Вновь канонизированный не так давно архиепископ Лука, воина Ясенески. Он совершенно не признавал вот это мочение. Всех обратно крестил. Они не были крещены. Никакого перекрещивания нет. На Афоне монахи туда приезжают. Они ни одного не признают мочёными. Они идут в море и там крестят. В лагуне мелко. Это не я придумал-то. Я им привожу 136 свидетельств. Из Библии, из святых отцов. Жития святых. А они в ответ мне кулаки кажут и предатели. Идут и докладывают, где мы собираемся. Вот, благовествовали где. И всё это заснято было. И они бегут за милицией. Милиция придёт, стоит. Ну что дальше делать? А поп не знает. Времена-то не те. Это сергианство проклятое. Они бы предавали и предавали. А священник стоит и заклинает. Не где-то. А этот центр паломничества в Алтайском крае, тут есть такая икона. Вот они к ней, все туда тянутся. Коробейниковская. Мы там были, ну допустим, я не знаю сколько, до тысячи населения там или сколько. Только в одном, кажется, или в двух домах нашли Евангелие. Мы подарили 475 новых заветов. Священник это узнал, вышел, Роман его звать. А люди собрались не в храме, а возле храма, на дороге. Он никакого отношения, эта территория к храму не относится. Он аж весь из себя выходит. Игнатий Тихонович, я прошу вас, уезжайте отсюда скорее, уезжайте. Я говорю, вы знаете, говорили это, когда свиньи утонули, бесноватые гадаринские. Они так же Христу говорили. Я всё записал. Это было в городе, теперь у нас городского типа, 50 тысяч человек, в Павловске. И стоит майор, он не знает, дальше-то ещё. Милиция приехала, мы документы показываем, у нас регистрация, мы православные, краевой отдел юстиции, у нас с собой документы. Они говорят, люди ничего не сделали, за священником идёт, и всё это заснято, в интернете стоит. Что дальше-то, батюшка, делать-то? Они их начинают теперь по попу. Почему он вызвал нас? А сказал свидетели Его, вас позвонили? Да вы что, говорит, не можете отмечить даже православного? Это православное. Барнаул отмечает. Православное. Это же было в Ребрихе, большое районное село. Мы всё засняли, я подарил епископу. Ну как мир иметь? Я говорю, давайте вызывайте их, тогда будем мириться, только с Богом примириться. Никак. Этого романа сделали епископом теперь. Это самое то, что надо. Он душит, он рвёт. Нормально. Оказалось, человек нормальный, хороший. Батюшка его приглашал к нам сюда на престольный праздник нынче, у нас престольный, 16 сентября. И он сказал, я бы приехал, если бы не с архиереем где-то ехать вместе, освящать храм. Причина какая? Говорил уже по-хорошему. То есть насытился властью. Вот что нужно делать? Говорить и молиться. Молиться. Тут больше ничего нельзя сделать. Ну мы проехали, представьте, миссия у нас была, я в Барнауле живу, до Владивостока порт находки. Возвращаемся назад. Теперь едем мы до Лиссабона, Португалия. От Тихого до Талтического океана. Проходим Турцию, Прибалтику, Скандинавию, Север. Я подарил, у меня 38 книг в печатном виде вышли. Я в каждую библиотеку 600 подарил. А это, каждый комплект, это 750 евро. Теперь умножь это на 600. А потом умножь на 70 курс. И ты увидишь, куда все пошло. 35 миллионов. При минимальнейшей пенсии. Почему? Я живой человек, завтра нельзя это будет делать. А они лютуют, они матерят. Вот только у меня Ютуб, пришлось забанить, заблокировать больше 6500 клеветников. Они сквернословят, детей натравлют, дети звонят, телефон мой известный, матерятся. Какого же суда нам ждать, когда уже все здесь есть? Самые ярые, самые непримиримые. Вон, сектанты, баптисты, сектанты, еретики. Какие сектанты? К нам приезжает митрополит, служит патриарший. Епископ был до этого, Максим Дмитриев. Он служил. Антоний был мастер. Они еще не понимают попы. Они ошалели. Вот Максимов тут сидит там и ворожит. А вот Игнатий, он сектант. Ему тут Дмитрий Лемеш пришел и говорит, батюшка, так это православный. Нет, сектант. А почему? Ну и он сказал, он по беспокаянной. Покаяние, это они, когда говорят, никого не судите. Это смысл один имеет. Не трожьте нас, попов. Отойди, собака. Я не знаю, что за этими словами идет. Я говорю, а тут доктор богословия, патриарший. Павел Бочков вышел, когда начали говорить, а он прислал и в местной барнаульской газете, епархиальной, покров называется, напечатали. Он говорит, ну а тысячи людей, которые пришли через Игнатия Лапкина в православный, в патриарши, вы куда денете-то? Они голову опускают. Суд им давно готов. Мне никакого вреда от этой хулы нету. Никакой. Это награда. Радуйтесь, веселитесь, когда имя ваше пронесут как неугодное. Но вы-то что делаете? Иоанн Златоуз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, неумышленно, а небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за это, ибо за нее умер Христос. Они их миллионы потравили. Крещения нету. Крещения нету. Обман. И все за деньги. Для крещения нужно, чтобы человек уверовал. Три года минимум подготовительный срок идет. Необходимо полное погружение, чтобы было бесплатно. Сегодня все три условия нарушены. А виноват разве я? У нас ни одного нету в общине, чтобы не в полное погружение. Нет ни одного. И они ничего скрипели, вертели, а теперь ничего нет. Никак. Как мои книги уже 15 лет исследуют. Три центральных отдела, Одесский монастырь, Киево-Пещорская лавра, Дворкин. И ни одного слова мне не написали. А почему? Там приговор. Мне говорят, говорят, они что, самоубийцы, что, блин? Как огня боятся правды. А мы даже ее говорить и молиться, не ожесточиться. Вот и ответ. Игнатий Тихонович, еще вот к этому вопросу. Раз не было у меня крещения, но я венчался со своей женой, тогда, получается, венчания не было? Действительно. Венчание, все действительно. Одно крещение нет. Прищащались, это прищащались, во славу Божию. В предь не прищащайтесь, раз узнали. Это не знание. Это вина на попов падает. И венчание, все у вас законы, и законы, и дети. Дети крещеные тоже таким окунанием, нырянием. Такого окунания нет. Видите, как? Разрешается обливание в трех случаях. Обливание, то есть раздеть, одно ведро вылезть, второе, там третье. Первое, что, когда человек, клиник, раздавило машиной, его нельзя двинуть, у него кости все смещаются. Второе, в тюрьме, где нет воды. И третье, в степи, в плену у татар. Все. А они под это подделываются. А вот дедахи написано. Во-первых, дедахи, это апокриф. Относится к второму веку. Книга, дедахи. И там написано, крестить в проточной воде, в живой. А если нет, тогда в озере. А если нет, тогда в сосуде. А если совершенно нет возможности, вот три примера где, тогда трижды возливай воду. А сейчас нет, мокрой пухленькой ладошкой по лбу стукнул, мозги под стенки. Мы разговаривали с ними. Вот я пришел в Тобольске. Это очень известный такой храм. А у меня там брат родной служил. Мой брат, Яаким. Ну и пока там священник что-то в алтаре, а я подошел, два парня. Я говорю, а почему вы креститесь? Да меня в армию берут. Я говорю, а это кто, Валерка-то? Я говорю, ну да. Ну а вон, мы всегда дружили вместе, вместе решили покреститься. А кто он такой, Христос-то? А кто его знает? Парень говорит, может какой-нибудь инопланетянин какой-нибудь. Ну он смотрел летающие тарелки-то. Ничего не знает. Священник вышел, я ему и говорю, вы что делаете? Они совершенно не верующие. Священник зашел в алтарь к брату, говорит, а что теперь будет? Он нажалуется на меня, говорит, архиерею-то меня снимут. Да никто тебя не снимет. Он архиерей-то не крещеный, патриарх не крещеный. Патриарх Кирилл стоит, ребёнка держит вот так, ребёнку лет шесть, обувши, так сказать, одевши. И ладошкой вот так, а рядом видно митрополит, священник, и улыбается стоят. Фотографии в интернете, они греха не боятся. Стыдятся ли они, делая зло? Нет, не стыдятся, а разглашают его. Если вот так он делает, 50-е правило, его извергать. Патриарха немедленно снимать надо. Заодно такое крещение. Каноническое правило, апостольское, 50-е. А еще не в 3 погружения крестить, да будет извержен. Это у них книга правил. Она должна быть у него всегда с собою. Уголовный кодекс. Всё. Спасибо, Христос. Ещё вопрос. Ещё вопрос. Чтобы к вам 7 июля приехать, креститься полно. Вы заходите в скайпе ко мне, я вам скину материалы какие, что скажу. Бритву уничтожить. Сразу. Ничего не будет. Вы понимаете, на иконах православных. Христос с бородой, апостол, пророки с бородами. А это образ женщины. Вам зачем две женщины в доме? Согласен. Ты власть, это власть твоя, власть. А это подкаблучники бреются-то. Зачем нам это надо? Сразу на другую ступень зайдёшь, и жена по-другому смотрит. Она будет скрипеть. А ты молча совершай своё дело. Любовь к ней, говорит, не теряй. А я ей потом скажу, меня Бог сотворил так. Я глава. А ты жена. Он говорит, учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Но! Быть в безмолвии. Вот это, скажи, запиши и запомни. Мне командир не нужен. А мужчина, это видишь как, он говорит, голова, а шею поворачивает, куда хочет. Я говорю, так мозги-то в голове, глупая ты баба. Шея поворачивается туда, куда надо. Она, я шея, поэтому я поворачиваю, я владею им. Ну, что спрашивать-то? Надо, чтобы Бога она боялась. На первом месте начало мудрости, страх Господень. Притча Соломона 1.7. Всё. Вас оккупировать будут, папы, а вы всё равно выходите. Оглашено изъедите, выходите, пока не скажут, с миром изъедем, тогда заходить. Ко кресту можно подходить. Всё можно. К церкви не иметь отвращения. Это люди делают. А ты, скажи, не с меня ли начнётся ощущение. Если не я, то кто? Всегда, понимай, тебе Бог избрал и благословил. Надо сразу образовать кружки по изучению Слова Божия. Вот, я могу вам скинуть, это называется пособие по Евангелию от Марка. Как образовать общину, чтобы собиралось человека 2-3, у вас есть знакомые, чтобы приходили. Вы священника пригласите, он не пойдёт, но иные говорят, можно делать тайно, не говорить ему, что я был облитый, просто не крещённый. Я говорю, нет. Я советую, всё открыто. Всё говорить. Он не придёт, это его дело. Но придёт время, он будет, говорит, думать, и скажет, были у меня люди, как мне, скажет, сатана замутил, я ушёл, он врагом тебе сделается, поносить будет баптистом, сектантом, ретиком. Ты пошёл против течения, а дохлая рыба по течению-то идёт, живая против течения. Так, ещё что? Ну вот, ещё такой вопрос, как относиться к этому. Родился сын, надо крестить крёстным, ну, как положено, я этого ничего не знал, как по традиции, крёстный должен быть, крёстная, кого выбрать, ещё не знал. Позвал свою сестру крёстной, но она замужем за мусульманина. Но я не знал этого, я этого не знал. Позвал свою сестру, он узнал, её муж, что я её позвал, а его не позвал. У меня спрашивают, а ты почему меня не позвал? Я говорю, ну ты же другой веры, как ты можешь быть крёстным в крестьянской вере. Он говорит, ну что, крёстный же, какая разница? Но я не знал, как ему ответить, понадеялся на батюшку, что тот ему ответит, правильно всё сделает. Пришли в церковь, когда крестить, пришёл вот мой зять, мусульманин, к нему батюшка подошёл, я не слышал, что они разговаривали, но вижу, он показывает его, как делать крестное знамение, всё показал, тот осенился крестом, тут же служба началась, таинство крещения, покрестили, у меня есть фотографии, фотографировали, но у меня нету претензий к зятю, это на его совести, бог с ним, с батюшкой, это тоже на его совести. Я не знаю, как тогда к крещению моего сына, меня вот тревожит, к крещению моего сына относиться при всём при этом церкви. Сейчас-то я понимаю, я послушал ваши ролики, смотрю, интересуюсь, я столько много узнал, вот ваши ролики во свете Библии смотрю, я столько много узнал, мой кругозор настолько расширился, я просто узнал много про православие, узнал, что такое быть православным. У меня всё закрыто до сих пор было, вообще всё закрыто. Я ходил на службу, причащался, исповедовался, всё это делал, но я вообще ничего не знал, до меня никто не доносил, я этого нигде не слышал, что узнал от вас. Сейчас я понимаю, что это, и вот вопрос, как мне относиться к крещению моего сына. Я ему объяснил, когда он называет крёстным этого мусульма, сейчас я ему объяснил всё, он не является крёстным, такого не может быть. И не может быть, и погружения не было. Ну, ныряние было, младенца... Верующий, если что-то с родителями случилось, крёстный, это второй отец. Он этого не должен нигде бросить, должен выходить его в люди. Тут ничего этого нету. Как он будет учить? Если он... Во-первых, он просит своей религии, поступил неправильно. Конечно. Должен выйти, отречения дать и прочее. А это ничего не было. Ну, обман на обмане. Дьявол лжёт и хохочет, стоит. Вот у нас тоже на наши ресурсы вышла одна. Её звать Райхан Загидулина из Казахстана. Ну, все там мусульмане. Вот. И она уверовала. И она приняла крещение. И теперь она Рахиль. Дочка приняла крещение Руфь. И два внука. Марк и Рафаил. И она сюда приехала. Мы в архиереи были, везде с ней были. Она удивительная женщина. Очень ревностная. А вот как пришла. Совершенно другая среда. Другой вид, другой нации человек. Но она пожелала. И я говорил ей, не езди. Нет, говорит. Она боюсь, говорит, что умрёте, и мы не встретимся. И она приехала зимой. Там добилась, чтобы священник крестил полное погружение. Она стояла на этом. Надо крепко за это держаться. Вот у нас приезжали из Германии. Я знаю тут две сестры. Из Германии. И приняли крещение. Сейчас она одна сестра. Вот так. Из Франции были. С разных мест у нас были люди. И Бог хранит нас, защищает. Являет чудеса свои в том, что находятся новые люди. Я вот тут знаю, которые ещё есть. Некоторые желали креститься, но не смогли приехать. Так что готовиться надо. Как вас звать-то величать фамилия? Меня Юрий звать. Кадушкин Юрий из Кемеровской области. Ну вот, чтобы я видел, на кого отсылать-то. Не уходите. Как сейчас поговорим, я вам скину материалы. Хорошо. Потом, если будет большая нужда, внизу напишите, что вам нужна встреча. Я отвечу, когда могу принять. Чтобы у вас был глазок, видели друг друга вот так вот. И мы всё выставляем в интернет. Вы согласны? Да, конечно. Чтобы не было противоречий. Мы говорим о спасении души. Это полезно для всех. Ну что, наверное, уже и всё. Сейчас молиться будете, Сергей. Помолимся. Песня. 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 фильм то есть показывает как будто бы вот такое она еще сходит их с тем что 9 11 очень похоже вот это вот дата когда было крушение катастрофа в америке на еще 119 то есть получается как 1 это как январь а 19 дальше 1 9 19 то есть январь 19-го года и вот эта вот как фотография это это что должна москва пострадать и в общем вот такое знак такой еще один так не надо собирать роман и говорить об этом не надо мир переполнен этим мы должны каждую минуту тратить на то чтобы быть верным богу написано исследуйте писание они были благомысленно фессалоникских ежедневно не ходили иначе времени не будет вот у меня очень большой ресурс на ю тубе 13 тысяч 200 роликов я вот вчера встал 10 минут первого а встаем сюда в 4 40 у меня времени нету ладно тут помощник вот я вижу сергея птушенко да мало ли кто тут виталий сергей тут кто знает все помогают и вот сегодня какие беседы были они в течение недели будут выставлены я благодарю всех кто помогает это не для меня делать и для господа спаси христос а это не надо собирать утрам потом а у англии меркель что там еще есть да мало ли что есть лишь бы у нас перед собой не было ничего лишнего все убрать а лишнего то много посмотри там шкафу у кого стопки стоят стаканчики там разные а надо это или нет как в печали сатаны мария карели там пишет лусио говорит ты уничтожь эту ну она драгоценность ваза то сколько она говорит стоит там тысячи долларов но на тысячи долларов меньше мерзости будет и весь ответ надо рассмотреть вот если на юге служат в априке с особые дни огненное служение ненужные вещи которые никто не берет они выносят целую кучу и сжигают ну у нас не будет сжигать нам старый утюг это еще ждет очереди отключат электричество как утюг сгодится все пока с богом никого больше нету храни вас всех господь не забудьте о боли помолиться все отошел спасибо христос аллилуйя